Сегодня челнинские 11-классники, как и будущие выпускники школ «Все России», писали итоговое сочинение. От его результата зависит, получит ученик допуск на единый госэкзамен или нет. Заранее темы школьникам не объявляют, только направление. Например, кому на Руси жить хорошо – вопрос гражданина. Или цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия. О чем хотели бы написать творческую работу челнинские школьники, узнала Эльмира Гайнудинова. Собой ничего лишнего брать не разрешается. Только паспорт, ручка, вода, шоколад и при необходимости лекарства. 11-классники пришли на итоговое сочинение за час. Вы все знаете, занимались, готовились, поэтому удачи, чтобы тело попали в руки. Но, как признаются школьники, они все же переживают. Итоговое сочинение оценивается по критерию – зачет, не зачет. И от этого зависит, получат дети пропуск на ЕГЭ или нет. Сколько часов вообще спали? Часов в пять. Почему так мало? Готовился, страшно было. Перед сном такие мысли неблагоприятные нахлынували. В волнении школьников понятно. Темы, на которые можно написать сочинение, объявляют за 15 минут до его начала. Перед стартом испытаний выпускники делятся, какое направление они хотели бы. Преступление и наказание самое легкое, потому что она актуальна, по сей день остается. В принципе, все темы актуальны. Там прям любое произведение можно привести в аргумент. Самое сложное про технологии, потому что сложно согласиться или не согласиться. Мало произведений, которые можно привести в аргумент. Мне нравится рассуждать на разные темы. И я думаю, что итоговое сочинение – это хороший способ проверить себя, свои знания, как ты можешь относиться к той или иной проблеме. Впрочем, в своих звездочках не сомневаются учители русского языка, хотя переживает преподаватель не меньше. Я называю своих учеников звездочками, потому что каждый из них по-своему ведь звезда. В каком плане? У каждого что-то свое, какая-то своя изюминка. В чем-то лучше он кого-то. Сегодня в школе номер 45 испытаний проходит 36 звездочек. Ровно 10 часов 11-ти классники и сели писать итоговое сочинение, на которое дается около 4-х часов. Эльмира Гаинудинова, Радиганеев, Челны, 24. Радиганеев, Челны, 24.